Здравствуй, уважаемый зритель! Это я, Дима Коваль, блогер, инфлюенсер, сникерхед. Но ты меня можешь знать по тому, как у меня горит жопа от разных ситуаций и проблем. Но! Трудно хранить злобу в сердце, когда в мире так много красоты. Иногда мне кажется, что я вижу ее всю, и это становится невыносимым. Мое сердце наполняется ею, как воздушный шар, который вот-вот лопнет. И тогда я расслабляюсь и перестаю сопротивляться ей. И она просачивается сквозь меня, подобно дождю. И я не чувствую ничего, кроме благодарности за каждый миг моей маленькой глупой жизни. И все это благодаря пирожному, картошке и самокату. Один лист я покорен. Но это для тех, кто любит прелюдии подольше. Но я не такой, я прямолинейный мальчик. Есть круассан. Я ем. Безалкогольный сидор я пью. А самокат доставит мне все это от 15 минут. Прям все. Все, что я хочу. Прямо сейчас. Все свежее, качественное и вкусное. Прям как я. Не, ладно, извините, немного перегнул. Как и самокат перегнул с выгодными предложениями. Ищи их в приложении. И напоминаю, по промокоду Коваль скидка 20% на первый заказ от 800 рублей при заказе в приложении. Давай, делай это прямо сейчас. Дерзай. А как скачать приложение, скажу прямо. Либо по этому QR-коду, либо по ссылке в описании. Добрый вечер, привет. Прям нести весны в ваши дома. Зову только исключительно красивых, талантливых, умных, очаровательных девушек. И сегодня здесь, в ДД-подкасте, который переводится как Дима Дурень. Замечательная моя подруга, очень сильно ее люблю, Ксюша Дукалис. Это Ксения. Она занимается всеми делами на планете Земля. Меня, короче, ругают, что я не представляю иногда гостей. А мне кажется, что если я знаю людей, их знают вообще все на свете. Я тоже так считаю каждый раз. Меня очень сильно разотражает, что мне надо объяснять, кто это. Но мне очень сложно объяснить вообще, ну, типа, собрать в одну канву все твои регалии. Потому что... Короче, я еще понял, что меня очень сильно... Мне интересно сюда звать людей, которых я ненавижу в плане продуктивности. Потому что я лишний раз... Вот до этого мы сейчас снимали с Олей Парфенюк. И вот ты. Это топ-2 инстаграма, которые я пытаюсь не смотреть. Потому что... Потому что очень много... Не, очень много ты делаешь. Ты очень много... Я говорю, я просыпаюсь, я успел только продрать глаза. Ты уже сделала 50 съемок. Ты куда? Как у тебя дела? Ты... Нормально. Ну, я абсолютно... Саня, ты в порядке. Ну, я согласна насчет погоды. Я просто выхожу, и я понимаю, что я действительно ужасно метеозависимый человек. Мне не нравится. Мне вообще... Мне так тяжело. Вся вот эта хваленая продуктивность моя в России, она умирает. Я как будто супермен, которого вернули на Криптон. И он такой... Все не работает. Все. Да, нет должной радиации. Потому что... Ну, вот, например, ты говоришь, я встаю рано. Ну. Я люблю рано вставать. Вот я когда ездила в Лондонск, я там вставала спокойно в 7 утра. И все было супер. И мне не нужен был будильник. А здесь у меня, типа, я вот прям вот выдираю себя из-за... Я не понимаю, почему. То есть я вот в 8-9 я встаю, и я прям... Ну, это борьба. То есть мне приходится падать. Ну, ты, тем не менее, потом идешь и живешь день целый. Да, да. С делами. Да, но мне не очень... Мне не нравится, когда... Мне не нравится, когда такое вот тягомотное пробуждение. Я вот люблю, когда я проснулась и пошла. А вот здесь вот мне приходится бороться. И ты прям хочешь упасть в эту, знаешь, приятную негу кровати и остаться в ней на весь день. Но так нельзя. А ты думала насчет, может быть, зимовки и покидания Москвы на... Нет, это, конечно, прекрасно. Я думаю, в январе я так сделаю. Куда ты думаешь? Слушай, а вот мы смотрели Кубу, Доминикану, что-то вот куда-то туда, вот, потому что, скорее всего, я пойду с мужем, и как бы ожидаемо, да? Внезапно так сказал, скорее всего, там, вариантики... Да, вот, мы поедем туда вместе, но он хочет начать работать уже, типа, там, с 15 января, а я ему объясняю, что у нас разные, как бы, сферы задницы и деятельности, и я могу в Москве не находиться весь январь, потому что все, ну, реклама... Вообще все, чем я занимаюсь, ничего нет в январе. Я просто буду сидеть дома, как у порт и лис, и грустить. Боже, это мои январские праздники каждый год. Это ужас, это ужас, это мой кошмар, я так не хочу. Я тоже не хочу. Вот, надо уезжать, Дим, куда-нибудь. Блин, у меня, знаешь, у меня основная проблема в том, что все с парами, и все уезжают парами. Все спарятся, да. Типа, и мне звали друзья, которые там постоянно ездят, я вот приеду, и что? И я и так, мальчишка, грустный, блядь. А как-то, прикинь, ты приезжаешь, и ты еще вот видишь, как они, суки, счастливы по этому песчаному пляжу бегут. Я думаю, так, ну, мне можно и в Москве, пусть мне будет плохо, но я не потрачу там 400 тысяч на все это мероприятие. Ну, во-первых, я считаю, тебе надо ездить не парами, а типа пятерками, там, семерками. Ну, то есть, типа, знаешь, какое-то количество пар, и ты. Тогда они смогут как ребенка тебя нянчить. Это жуть, нет? Нет, нет, они будут отдыхать друг от друга за счет тебя. Они такие... А, ну, это я в рот ебал такое мероприятие. Нет, я просто, ну, ты одинок, ну, поедет куда-нибудь один. Я вот постоянно одна езжу, мне очень нравится. Слушай, я вообще, блин, я восхищаюсь тобой вообще без рофла, без каблеиронии. Я, ну, настолько самодостаточных людей, и ты хоть там иногда говоришь про то, что у тебя какие-то там беды с башкой, что-то иногда беды проскальзывают. Сука, я мечтаю быть хотя бы наполовину, блядь, как ты, в плане вот работоспособности и какой-то эмоциональной устойчивости. Ну, так, спасибо. Имеется. Блин, мне так нравится, когда люди не умеют вот в комплименты. Это даже не в комплименты. Наверное, спасибо. Не, ну, я просто правда понимаю, что я ебнутая, но в целом это относительно. То есть я понимаю, что как бы с одной стороны посмотришь, ну, такая с припиздью. И с другой стороны, ну, вообще достаточно нормально выдерживать. Но я чего начала-то это говорить? То, что мне кажется, тебе действительно, если начать вот эту историю с одиночными соло-поездками, а ты сейчас скажешь, что одинокая поездка, это плохо, надо говорить соло-поездка. Поездка-одиночка. То ты потом войдешь во вкус. Ну, я, во всяком случае, это просто обожаю. Ну, во-первых... А ты себя любишь? Ну, не всегда, но... Ну, тебе с собой интересно? Ну, мне сама с собой нормально, да. Вот. Ну, и плюс, слушай, я же все равно даже сама с собой... Ну, я же не сижу вот так, типа, ой, почувствую свои мизинчики, свои пальчики, каждая свою мысль. Но я же все равно что-то делаю. Я там могу не мэп смотреть, я могу еще куда-то погулять, там, почитать, в комнате одна побыть. Я вообще... Вот это я очень люблю. Это не любишь, да? Бля, я не могу. Ну, типа, я себя... Я понимаю, почему я, типа, постоянно один оказываюсь, потому что я с собой сам не умею быть. И когда у меня появляется кто-то, я такой... Ты мой мир! Ну, я это сдерживаю, потому что были опыты, где я это не сдерживал. Я это сдерживаю, но потом все равно это оно проскальзывает. А один... Ну, я, скорее всего, приеду куда-нибудь... Ну, куда? Вот давай, пофинадим, куда? Ну, вот давай ты поедешь в Париж. Потому что там жуки эти в кроватях, очень весело. Я ж был неделю. Привез с собой? Ничего вообще, я так жил. Я так жил. Я еще, слушай, я был долго в поездке, и мне все писали, в Москве так хуево и серо, а у меня... Я три недели ездил. Спасибо, что приходили на концерты, если что, а концерты ближайшие... Вот они! Класс. Круто, монтаж вообще. Да, идеально. И у меня от солнышка... Прикинь, я устал от солнышка, я смотрю на этот серый мрак, московский такой... Родное болото. Да, и, блядь, два дня, и я просто сегодня, я тебе говорю, я смотрю и думаю, господи, это вообще идеальное время, чтобы пойти в бар и вот просто сидеть одному, смотреть на проезжающую машину. Грустно. Сейчас мы вернемся к фантазированию, куда я могу поехать еще один, но чтобы было просто людям понятно, которые почему-то меня не знают, чем ты занимаешься вообще сейчас, что у тебя основной деятельностью является? Здравствуйте, дорогие телезрители. У меня есть три вида деятельности. Это неправда, точно. Ну, три больших. Тринадцать. Тривекс, три вектора, давай. Три, сказать, три тропы. Давай. Вот, тропа музыкально-диджейнговая, понес, тропа медийно-мультимедийная, назовем ее так, и туда вот можем мы впихнуть и Ютьюб, и какое-нибудь ведение мероприятий, и вот какие-то озвучки чего-то. В общем, все, что вот где-то развлекательно онлайн, оффлайн, но чаще всего онлайн. Вот так, мне кажется, можно это обозначить. Вот, и там, и инстаграмы, запрещенные в России, и телеграмы, разрешенные в России, и Ютьюбы, инбитвин где-то. Вот. И третье, это какая-то оффлайн-бизнес-деятельность. Вот у меня раньше было агентство маркетинговое, а теперь у меня бренд лимонадов, который, кстати, Дмитрий пил. Я сегодня не взяла, надо было поставить их драматично. Я тоже забыла. У меня стоит бутылочка. Интеграция. Я все, я все, я все, по-братски просто сделаю. Иногда меня напрягает, насколько мало вещей я знаю. Я уже не тот 29-летний юнец, который закрывается от всего нового и штыки воспринимает любое отличающееся от моего мнения. Теперь я 30-летний юнец, который знает, как здорово и классно расширять свой кругозор. Проблема только в том, что я не хочу для этого работать. Но я нашел выход. Синхронизация. Синхронизация? Синхронизация. Синхронизация это более 100 курсов в удобных, увлекательных форматах с игровыми механиками. Более 20 направлений. От современных медиа до философии и религия. Выбирай, что самому интересно. Обучение можешь проходить в свободном режиме. Это не обучение даже, а чистый свободный полет с играми, тестами и обсуждениями, узнанного с лекторами и другими слушателями. А главное, что все, все курсы увлекательные, прокаченные по матчасти. И да, все доступны в единой годовой подписке. У синхронизации сейчас до 3 декабря проходит Черная пятница. И вообще, огромные скидки на разные курсы. Но годовая подписка – это гарантия того, что ты сможешь рассвоиться во всем, что тебе интересно. Ничего не упустив. Синхронизация, а? И, кстати, у меня же для вас есть промокод КОВАЛЬ, с которым годовой курс синхронизации сейчас стоит на целых 70% дешевле. Всего 11400 рублей. А платить подписку можно долями в 4 платежа. Синхронизация – это онлайн-лектория, которому смело можно доверять свое время. Так что переходи по ссылке в описании и оформляй свой годовой экскурс в интересные знания. Ну, а я просто буду смотреть на тех, кто не знает художественного стиля Таркоска, вот так чуточку свысока. Самую малость. И это приятно. Ну вот, и все. И вот эти три замечательные виды деятельности, которые весьма сезонно друг друга, мне кажется, сменяют в своей приоритетности. Вот, потому что, там, например, сейчас YouTube чуть больше, потому что зима, холода, не очень приятно, лимонады имеют сезонность, и я как бы сейчас немножко меньше ими занимаюсь и готовлюсь к весне, когда они будут в сезоне. С диджейингом там тоже к декабрю, например, будет всплеск, а сейчас ровно. И вот оно все так двигается, двигается, знаешь, такое бронуское движение, шух-шух-шух-шух-шух. Вот, такие дела. Ну и параллельно еще что-то периодически делаю, что мне интересно. В общем, делаю дела, ребят. Не знаю, мне просто, я как-то для меня... Ты стесняешься? Да нет, просто, знаешь, это такая тема, очень прилипшая ко мне, при том, что я не... Я этого не планировала. Это не было моим каким-то изначальным решением, чтобы я буду в мир как-то себя показывать как человек, который делает до хрена всего. Я просто столько всего делаю, и когда меня спрашивают вот эти вот все вопросы, как все успевать и так далее, для меня это... Я, с одной стороны, могу просто рассказать, что я делаю, но у меня нет в этом, знаешь, какой-то вот истории личного брендинга, когда вот люди такие стоят и говорят, вот я теперь сейчас буду, как мне недавно сказали, проявляться в мир. Это что значит? Это вот как ты нанесешь себя в этом белом свету? Какие нужны? Ну, они... Вот они это используют, проявляться, это вот просто, по сути, делать что-то. Это новое модное слово для этого. Потому что у меня был паблик-ток, и мне задали вопрос, и девушка говорит, как женщине сегодня проявляться? Я говорю, а что значит проявляться? Он говорит, ну, как начать что-то делать? Я говорю, так почему нельзя так сказать? Я говорю, что значит проявляться? Я такая, что за лакмусовая бумажка? И ты сидишь такой, я не понимаю вопрос, как нормально ответить? Вот. Короче, я просто так... Ну, я достаточно просто к этому отношусь. Вот. Потому что я так живу. Я так живу лет, наверное, своих 16. Потому что... Я... Не, на самом деле, вот прям полноценно, мне кажется, это началось лет с 21-22, вот так вот. Потому что у меня тогда... Я ушла с офисной работы, начала делать агентство. Я работала в общественной палате для общественников всяких, НКОшек, делала СММ, маркетинг, всю вот эту штуку. Вот. И ушла, сделала свое агентство. Параллельно у меня был диджеинг, параллельно я начала развивать блог, и вот оно так все... Слушай, а диджеинг у тебя вообще с чего начался? Просто хобби? Да мне просто все время хотелось, да. Я начала где-то в 18-19 лет, и играла, на самом деле, на каких-то вечеринках друзей, играла бесплатно, куда возьмут, играла там на Deep Red Friend, кстати, одна из самых первых моих туз, до сих пор люблю ребят. Вот, и все. И у меня начало получаться, начало собираться, собираться. То есть это, по сути, наверное, моя самая древняя из видов деятельности, которыми я занимаюсь сейчас. А, блин, не знаю, про бабки корректно или некорректно, что больше всего приносит из этого всего? Она, видишь, тоже сезонно. Вот это очень такая... Ну, я могу сказать, что точно лимонады ничего особо не приносят. Вот это важный момент, потому что люди, которые не занимаются бизнесом, ну, они, во-первых, им легче, наверное, поверить во всех этих лохотронщиков с Патриков, которые рассказывают вот эту историю, типа, туда-сюда, откладывай лям в месяц, а к концу года у тебя будет 12 миллионов, подписывайся на мой курс. Вот, вот это все. Потому что я, ну, еще с агентства поняла больше, какие бизнесы маржинальны, какие нет. Какие? Ой, легче сказать, какие нет. Я, знаешь, как это... Я пришлю тебе риллс. А, я все время скажу, прям, какие нет? Ну, я тебе реально могу прислать риллс. Очень смешной был, где там, знаешь, типа, девочка думает, что там у него все бабки там в крипте, вот во всех этих странных штуках, которые они на вот этих вот интервью с Патриарших рассказывают, и реальные бабки, стоматология, недвижка. Знаешь, все вот такое суперскучное. Завод по производству каких-нибудь молний. Ну, вот там вообще, может быть, много всего. Естественно, ископаемые. Нет, на самом деле, конечно, деньги-то много где есть, но просто, знаешь, когда мне кто-то рассказывает, что вот я живу там на 700 стран в мире, и вот нон-стоп покупаю все сумки Гоярд, но у меня при этом два спортзала, я такая... Спортзалы столько не поднимают денег. Ну, то есть ты чем старше становишься, тем больше ты общаешься с людьми, которые реально занимаются бизнесом, тем больше ты понимаешь, что вот это наебщик, а вот это реально человек работает. И я к чему это все начиваю? К тому, что вот мы много где река стоим. Мы стоим в Яндекс.Лавке, мы сейчас выходим в несколько сетей оффлайн, мы там, ну, понятно, в других онлайн-маркетплейсах, много где в ресторанах, и люди, которые не занимаются бизнесом, они со стороны смотрят, думают, она гребет миллионы, точно. Я такая, друзья, я вбухиваю миллион. Нет, ты реально много тратишь, потому что если ты еще хочешь делать все нормально, а ты такой, типа, я хочу заплатить все налоги, я хочу, чтобы у меня все были трудоустроены. Ну, понимаешь, я хочу получить честный знак и так далее. Да, блядь, оказывается. Оказывается, надо, да? В комиссионку. Друзья, люди вот не знают, а вот я знаю, и поэтому я такая, ну что ж, мы стягаем бабки. И когда у тебя все правильно оформлено, изначально правильно оформлено, а не 500 ИП, как у некоторых манифестаторш и так далее, ты как бы... Ну, ты как бы сразу бухиваешь до хрена денег в это, потому что ты такой... И, понимаешь, еще момент такой, что ты, когда публичный человек, ты... Это палка о двух концах. С одной стороны, да, ты можешь сэкономить где-то на маркетинге. С другой стороны, ты понимаешь, что ты живешь в ситуации, когда любая крыса решит, что надо от себя докопаться и вот пойти написать на тебя какую-то странную заяву. Я такая, не-не-не, я на шаг впереди. Я изначально буду делать все четко, чтобы вы просто не наебали на меня. У меня родители мне с детства привили, мама, что налоговая, это вообще, типа, вообще не шути с этим. Я какие-то шутки вкидывал, будучи там подростком, и она прям очень жестко реагировала, говорит, не смешно вообще ничего, не говори про это. Это жуть, это кошмар. И у меня все уплачено вообще. Я все... Эрид, все есть, все меточки, все вообще, как квартал закончился. Все понеслась. Но я в ужасе, как это, знаешь, вообще быстрая взрослая жизнь, вот эта с налогами пришла. Совсем, я тебе говорю, у меня раньше была электронная бухгалтерия, а сейчас все, я уже next level debt, потому что у меня теперь отдел бухгалтеров. Вот прям вот таких вот. Их там несколько человек, у меня с ними чат, и они говорят, а где договор? И я такая, а сейчас будет, извините, и пошла. Слушай, а ты много делегируешь вообще задач? Да, много. Много? У меня сейчас... Да, я все, что можно заделегировать, делегирую. И ты знаешь, вот я сейчас... У меня уволилась сотрудница, которая делала вот эти ассистентские дела. Потом, это моя теперь притча в языцах, значит, я наняла мальчика-зумера. Я не то чтобы хочу сказать, что все зумеры такие, но тот факт, что ему было 20, и вообще вся его манера поведения, она определенный отпечаток оставила, просто потому что человек поработал 4 дня, 4 дня, и такой типа, я больше не могу работать, я устал, я ухожу. Что он сделал за эти 4 дня? Итак, пристегиваемся. Он, значит, записал меня к врачу, значит, перезаписал меня на маникюре там на час вперед, на час назад, и, по-моему, сделал одну небольшую табличку, я просто попросила найти фирмы, которые делают каздевы. То есть, ну, Google вбил и так далее. Все, я устал, я ухожу. А я уже, ну, понимаешь, такая, подумала, господи, сейчас я смогу выдохнуть. В общем, вот сегодня я вроде бы наняла новую девочку-ассистентку, это прекрасно, потому что очень много микрозадач у меня появляются в течение дня, если их не буду отдавать, я долбанусь. Вот, например. Я вот поэтому, блядь, вообще. Это не воно. Я просто, ну, я прям чувствую, что у меня остыть. Например, мне надо, я за бабушку свою плачу за ее, она живет за городом, я за нее оплачиваю все ее вот эти коммуналки, газ, электричество, вот все вот это байду. И когда я был ассистент, все, у него был кабинет, у него были мои карты, это занимало у меня там, типа, 30 секунд и так далее. Сейчас, там что-то какая-то недозадолженность, то ли задолженность, то ли, и я вот весь день хожу и думаю на подкорке про это. А мне надо думать, что я вот у тебя здесь должна быть еще какие-то дела делать. И это ужасно раздражает. Поэтому если можно делегировать что-то, я это делегирую. Причем я помню, я это начала делать достаточно рано, и даже когда я там не зарабатывала в тех объемах, что сейчас, я понимала, что мне порой легче отдать действительно каким-то деньгами, если я понимаю, что это высвободит мой мозг от чего-то. Я вот в какой-то момент к этому пришел, потому что очень, вот как раз микрозадачи, типа большие задачи, похуй, тебе нужно на них затрачивать очень много энергии, тебе нужно что-то с ними делать. Не знаю, условно написать концерт, что-то там составить список гостей, что-то съемки, вот это все. А потом тебе приходят, блядь, там что-то по интеграциям, по налогам, по билетам куда-то, еще что-то, еще что-то. И ты сидишь и думаешь, господи, боже, я не могу больше ничего. Слава богу, вот это вот все я вообще просто отдаю, и там люди с ума сходят. Мне вот это вот сильно очень нравится. Вот так и надо. А я все равно, я думаю, знаешь, у меня какая-то штука. Я вот каждый раз, когда что-то кому-то отдаю, я думаю, что ты, ленивый гандон, да ты? Нет, я не так думаю. Я думаю, какая я молодец. Я думаю, как хорошо. Мне можно отдохнуть, мне можно там еще что-то сделать. Потому что, ну, я думаю о том, что вот как раз почему столько, дофига дел-то. Потому что я понимаю, что я вот здесь, так сказать, уголок срезала, время получила, здесь смогла отдохнуть, там анимешку посмотреть, хоть в себя прийти, а здесь еще что-то смогла сделать. И тогда у тебя получается эта мультизадачность. Вот. Но я говорю об этом неоднократно, что проблема с этим заключается в том, что когда ты занимаешься чем-то одним сфокусированно, у тебя могут быть в какой-то степени быстрее подвижки в этом деле. А когда у тебя внимание вот так размазано, то ты медленно, но верно идешь вот так, как сказать, свиньей. И нет такого, что у тебя, ну, какой-то скачок, знаешь, либо у тебя происходит очень сезонная история, опять, сори за эту метафору, но вот у меня бывают периоды, когда вот все три направления моей деятельности, я работаю, работаю, и я такая, господи, какое же я дно долбанное, я вообще не двигаюсь все одно и то же. А потом резко по всем фронтам у тебя начинается вот этот сбор урожая, какие-то большие там шаги, там здесь встали туда-то, тут какой-то там цифры достигли, тут еще что-то. И ты такой, оу-оу-оу, очень сильный, знаешь, взрыв эмоций, и ты хочешь как-то более равномерно, чтобы это происходило, но это неконтролируемо. Блин, я не знаю. У меня все как будто вот, все размертно. Все грустно? Блин, круто. Да не, не, слушай, я просто, я сам по себе грустный, блядь, и все. Я иногда, с кем-то мы тоже обсуждали это, а, как раз вот с Олей. Я говорю, ты как? Она говорит, я очень сильно заебалась, она говорит, но я не хочу жаловаться, все хорошо, потому что. И вот у меня, ну, я очень сильно заебался, но я как будто бы всю жизнь шел к тому, чтобы вот заебаться от этого, да, от этого всего. Ну, типа, знаешь, заебаться от того, что ты встаешь каждый день и в 8 утра едешь в один и тот же офис по одному и тому же маршруту, и заебаться от того, что у тебя за месяц 20 перелетов, это вот разные какие-то уровни заебаться. Ну, слушай, это разные, но просто один такой более физический, другой более психологический, но, мне кажется, одинаково можешь заебаться от всего, и я как бы себе разрешаю это сказать, что я заебу, я просто уже нахрен не могу, и, например, я понимаю, что вот эти мои частые полеты куда-то, это мой способ разгрузки, вот я даже с психологом это обсуждала, что вот я когда не в Москве, мне очень... Прости, а какой у тебя запрос у психолога? Просто типа ежедневно вот это... Не, раз в неделю мы с ним разговариваем, ну, просто бытовые, да, штучки? Да, да, мы никуда в детство не лезем, никуда сверх куда-то не копаемся, глубинный психодинамический анализ. Вот, блин, просто это как раз показать... Вот, смотри, человечек, значит, вот работает в работу, не имеет каких-то зависимостей, верно? Каких-то вот серьёзных, не имеет каких-то серьёзных ментальных расстройств, верно? Ну, всё, да, всё, так сказать. Ходит к психологу, а вы, блядь, в том числе и я, блядь, со своим ПРЛ-ом, и мы такие, да, ничего страшного. Да нормально всё, самовывоз, прекрасная программа. Господи, ты знаешь, как я сходил, блядь, в последний раз к психиатру, ёбаный в рот. Это просто у меня очень неплохой опыт. Ладно, я всё равно думаю, что в стендап это всё засунуть, но тут тоже расскажу. Мне в какой-то момент, у меня, во-первых, долго не могли поставить ПРЛ, потому что люди не умеют ставить ПРЛ. Там ходили три года, блядь, и выставляли циклотемию, биполярку, ещё что-то. А я прям такой, да нет, блядь, не существует у меня. Как будто не оно, да. Поставили ПРЛ, и всё, и мне потом уже, что, мне такая, тебе нужно вот идти вот-вот сюда, вот сюда, иди туда, и найди, там вообще всё будет вот. Я прихожу, и я каким-то образом натыкаюсь, как будто бы одного не самого квалифицированного специалиста вот в этом, блядь, центре, куда я обращаюсь. Что происходит? Я отваливаю восемь штук. Естественно. Блядь. Я думаю, ладно, во-первых, я могу себе позволить, во-вторых, мне необходимо, мне необходимо, и это типа сделает меня лучше, как личность, я научусь жить с людьми, и всё будет хорошо. Да, это вклад в себя. И я прихожу, я уже прихожу, естественно, знаешь, блядь, не то, что не рыдаю, а просто я такой, я говорю, слушайте, я заебался так жить, у меня больше нет сил, я хочу что-то исправить, я хочу что-то поменять. Мне плохо, я отравляю себе, и вот всё, блядь, давайте что-то делать. Мы поговорили, минут 15 я рассказал там про какие-то свои запросы, и она начинает открывать мне презентацию по видеосвязи, блядь, ещё это, открывает презентацию, составленную очень особенным каким-то ребёночком в Паверпойнте в 2004 году. И она мне показывает ДПТ, директика поведенческая терапия. Я говорю, слушайте, я знаю про это всё, я говорю, я вот в теме в этого всего нахожусь, я говорю, можете не рассказывать, пожалуйста. И она так, я раз пять сказал, она рассказывает, расскажет, расскажет, она такая, но самое главное, тебе нужно будет ходить на групповые терапии, я говорю, я не могу, я в разъездах всё время, я говорю, я буду, не могу. Она такая, если пропускаешь там два или три занятия, я тебя выгоняю, и ты больше не можешь вернуться в мою терапию. Я говорю, я не могу на это пойти, у меня, давайте что-то другое придумать, может, какое-то там медикаментозное лечение, хотя вроде от этого нет медикаментозного. Или по зуму. Или по зуму, или ещё что-то. Я говорю, ну мне вот есть запрос, я не могу решить. Она говорит, ну слушай, как тебе надоест отравлять жизнь себе и своим близким, как тебе надоест страдать, тогда сам придёшь. И я думаю, а я больше не приду. Ну, это она интересная формулировая, что очень профессионально. Я ей с Томиной рассказывал, она такая, не может быть такого. Я такая, йоу, йоу. Ну знаешь, я могла бы её, я всегда, когда слушаю истории, я такая, типа, две стороны, две стороны, две стороны. И до момента, пока ты не сказал, что, типа, вот эту фразу произнесла, я такая, ну ладно, может, у неё там своя какая-то терапия, может, ей действительно надо, чтобы он был оффлайн, ну бывает. А потом вот эта фраза, такая, йоу. И ладно, ещё слышишь, ну я типа там, не какой-то клинический случай у меня, а достаточно распространённый. А прикинь, человек просто вот приходит в говне, в отчаянии, и на последнем издыхании ему говорят, что ты лох, что ты нахуй не справляешься, что там? Когда за пять минут до смерти, вот тогда приходи. Так вот, ну в этом всё. Да, я хожу, друзья. Ну что, у меня, знаешь, какие-то базовые литмотивы, вот, мы там их прорабатываем. В целом, я хочу сказать, ну я начала очень активно ходить, естественно, в феврале 22-го года, так сказать. Ну что ж, пообщаемся об этой жизни, мне есть что рассказать. Вот. Вообще, хочу сказать, что за полгода я очень так, как сказать, твёрдо встала на ножки, такая всё, я успокоилась. Поэтому, когда уже следующие полгода и год происходят какие-то странные вещи, я такая, ну, и тыс, вот и тыс. Блин, у меня, знаешь, какая была штука, вот к февралю 22-го, когда это всё, начались все эти происшествия происходить, и я увидел, как все люди впали в жёсткую тревогу, а у меня ничего не изменилось. Я такой, а я уже тут был, ребят. Добро пожаловать. Я могу сказать, что я тревожный человек, у меня в каких-то моментах было окно, именно там, что делать с будущим, что вообще, в принципе, функционировали. Но меня другие вещи очень сильно триггерили, у меня, знаешь, какая-нибудь социальная несправедливость, вот это всё, я такая, как так можешь? Сейчас я уже такая, хорошо. Ну, не хорошо, но я такая, так, вот предел моего влияния, я делаю вот это, вот это, здесь то-то, окей, люди, которые от меня что-то хотят, почему они это хотят? Ну, в общем, такие, знаешь, в общем, поспокойнее в каких-то моментах я стала, и, ну, повторюсь, когда дальше, потому что постоянно происходят какие-то несуразицы или странные вещи, я уже на них спокойнее реагирую. Я всё равно, например, не могу полностью без эмоций реагировать на какие-то рабочие моменты. У меня вот есть друг, я что-то ему там рассказываю, записываю аудио, он говорит, ну вот видишь, вот ты утром так переживала, а к концу дня всё, значит, разрулилось. Но вот я не могу неэмоционально в каких-то моментах реагировать. То есть мне, наоборот, надо проораться, знаешь, сказать, что за херня, как так можно, почему человек так оскотинился, а потом всё типа разруливается, я такая, ну ладно, окей. Вот не получается у меня совсем быть, знаешь, в дзене. Я очень эмоциональная. Так слушай, тогда нормально, ты не подавляешь просто эмоции, о которой есть, она выходит. она просто такая, типа, их много, я очень эмоциональный человек. То есть, знаешь, если кто-то думает, что я такая, не, нихуяу. Там, ну, уровень эмоциональных заскоков, их много, потому что у меня много этой энергии, и, наверное, большой плюс моего мужа в том, что он понял, что, например, я могу поорать, и типа через 20 секунд забыть, что я вот проорала, всё, это типа никак не связано ни с ним, конкретно ни с кем-то. Ой, ну что-то на здоровом ты мне вообще рассказываешь. Такого не бывает. Не-не, ну вроде ок. Но он всё равно говорит, ты можешь, пожалуйста, не ругаться, когда ты работаешь. Я говорю, просто не подходи. Я говорю, он прям специально берёт, я уже ухожу в кабинет, я закрываю двери, и вот видно, что я как грым заебаная сижу там такая. И он приходит и говорит, хочу тебя поцеловать. Я говорю, не надо. Ой, блядь, слушай, я в таком был. Я был, я жил с девчонкой какое-то время, которая работала дома, и это просто пиздец. Я, ну, я отходчивый, знаешь, в каких-то моментах, когда вот вижу, что просто человек перезагрузился, а я ещё, несмотря на то, что там в психотерапевту походил и эмпатичный, у меня эмоциональный интеллект как у хлебушка, блядь, знаешь, я иногда не понимаю, как правильно поступать. И вот тоже что-то такое было. И мне так зло ответили, типа, чуть ли не слышишь, ты уёбок. Да-да-да, я могу её понять, я могу её понять, я могу её понять. я, знаешь, я как будто вот представил, знаешь, я не знаю, у тебя там в семье родители ругались матом или нет, но у меня никогда практически, вот когда один раз я от мамы услышал матное слово, и ты вот просто вот в этом, я понимаю, что, знаешь, это не... Это не учебная тревога, да. Не на меня агрессия, типа, направлена, но если что, на жопу... Она там есть, да-да-да. Я просто... Я сел, я ничего, знаешь, ну, обиды нет, ничего, я просто сижу и думаю, а ещё квартира однушка была, я думаю, а куда я вообще... Ну, выйти, если это тоже, знаешь, какое-то раздражение, потому что это... Да-да-да. Ты ушёл. Я просто вот так вот просидел сорок минут, и она через сорок минут отходит, и она такая... Я ведь какую-то хуйню, да, сказала? Я говорю, да, ты сказала, слышишь, завали свою ебалу уёбок. А она такая, ебать, говорит, всё, извини, пожалуйста. Я говорю, всё нормально. Я могу понять это состояние, но я специально ухожу, у нас не однушка, и я специально ухожу, и вот, и мне кажется, как будто он специально иногда это делает. Знаешь, вот ему нравится тыкнуть палкой в это, блядь, в это животное, просто поцеловать. Я говорю, а почему нельзя это сделать в другой момент? Ты же видишь, что я сижу, у меня просто уже глаза, блядь, взрываются. А ты думаешь специально? Может просто... Я могу просто объяснить, почему я так делал? Мне казалось, что мой поцелуй сейчас растопит... Он по мне... Он всё исправит. Типа, знаешь, всё хуёво, там все подрядчики проебались, но я сейчас тебя поцелую, и ты такая, ну, хотя бы ты... Нет. Нет, вообще нет. Я тебе клянусь... Причём вот именно такая ситуация. Я вот даже, вот пока я вчера, это было лето, вот буквально все проебались. Я сейчас чувствую, знаешь, этим спайдерменом, который держит этот поезд, ебучий, ты такой по всем чатам. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И думаешь, так, ладно, сейчас это... И тут появляется эта тень отца Гамлета, она крадётся к тебе со своим ебучим поцелуем, и ты такой, да уйди же ты, я не хочу тебя обижать, но я сейчас не выдержу, чтобы просто уйди. Я не могу. А вы обсудили? Да мы это обсужаем, он говорит, пожалуйста, не ругайся, ты меня когда-то работаешь. Я говорю, так не подходи ко мне. И всё. Я говорю, ты видишь, ну вот ты видишь, что розетка хуярит током, ну не тыкай ты её пальцами, не тыкай, подожди. Я вообще наоборот, вот мне наоборот. Надо, чтобы тебя... Да, да, да. Что типа, ну вот как раз, ну я, наверное, так и делал, потому что мне в моменты, наверное, какого-то раздрая эмоционального не хватало, вот что типа, смотри, тут вот всё нормально у тебя. Там хуёво, мне кажется, это ещё разные моменты, потому что бывает, когда ты вот в активной фазе, когда ты решаешь эту проблему, а бывает такая пассивная, когда эта проблема произошла, ну или, понимаешь, когда ты просто такой сидишь, кручинишься, типа, ой, блядь, на работе все замудохали, ааа. И тут нужно подойти и подсылать лобик, но почему-то всё наоборот, понимаешь? Вот когда мне надо, чтобы мои проблемы решали, меня идут целовать, когда мне надо просто, чтобы меня выслушали и сказали, все пидорасы, ты Д'Артаньян, понимаешь, вот в этот момент ты сейчас, так ты это ей скажи, так ты это скажи. Я говорю, я ей уже всё сказала. Я говорю, просто, блядь, просто скажи, ты лучшая. Просто послушай. Да, просто вот сейчас, вот давай. Да, да, ну мы, слушай, мужики, это заготовка под человека в плане эмоций. Ну типа смотри, там условно, ну, например, да, Давид, я думаю, он же, он же правда тебя очень любит. Да, я тоже очень люблю. И он очень сильно хочет угодить и, скорее всего, у него не было, ни у кого, блядь, у мужиков это не развито было, знаешь, там, прислушиваться. Типа это сейчас, да, на это не то, что тренд, об этом заговорили. А раньше, ну, что должно быть в мужчине? Мускулиность, блядь, это добычек, нахуй. Ну и нас в детстве приучает. Эмоцию проявил, это потому, что ты любишь сосать мужские члены. Абсолютно точно. И из-за этого мы скрываем, и мы скрывали это, и прятали за эмоциями наше желание, вот это всё. А потом, а потом вдруг выяснилось, что нужно поддерживать свою вторую половинку. Да. И мы это пытаемся сделать так, как мы умеем. И ты вот представь, вот ты... Я могу его понять, потому что ровно в такой же ситуации был. Я вот, например, вижу, что человеку плохо, и я такой, мне же нужно что-то, наверное, предпринять. Это ж мой любимый человечек, правильно? Мне нужно подойти. И я подхожу, и мне с локтя на нахуй в челюсть. И я такой, ну я, наверное, больше не буду подходить, когда у человека что-то непонятки. А потом ты смотришь, сидит, сопли жуёт, и думаешь, ну не знаю, не знаю, может сейчас с ножом хуйнут. И это попытки всё. Это всё, мы научимся. Ещё четыре поколения. Я верю, я верю, да, я верю. И 500 дней лета будет любимый фильм вообще у мужчин, бля. Ну так там же проблема-то фильма в том, что он её не понял. Какой? Какой я хуёвый пример. Подожди. Ну, в общем, да, всё будет хорошо. Ты бы сейчас скажу, это будет дневник памяти. Короче, да, ну ладно, он старается, он молодец. Я что? Ой, да я много что могу сказать. Давай какую-то выберем дорожку. Не, я просто, ты так интересно ещё рассказываешь, я прям такой, я вот думаю, вот сюда вот, что-то можешь просить ещё. И ты рассказываешь, у тебя вообще удовольствие невероятное получает. Да, да я вообще, что могу тебе есть? Ты любишь вообще на панкасты ходить? Слушай, я на самом деле нормально. Я поняла, что у меня есть проблема с вот этим моим есть тема форматом, потому что люди не очень понимают, что это не должно быть интервью, и что мы должны разговаривать с человеком как бы на равных, репликой за репликой. И они пишут странное интервью, хотя там везде написано, что это не интервью, и что не я выбираю тему. Вот, и у меня с этим микротрабл, потому что я, в принципе, разговаривать люблю, для меня формат вопрос-ответ, он вообще самый комфортный. Я думаю, вариант себе на YouTube, где я монологически разговариваю, чтобы не было такого, что как будто я кого-то перебила, потому что, знаешь... Я поэтому делаю пипивы иною у себя. Ну вот, понимаешь, потому что ты такой, йоу, я вот понимаю, что моя аудитория, им интересно меня слушать, и я им этого не даю, потому что я всё время ну как бы в какой-то беседе, и там я не всегда могу выразить какую-то свою точку зрения. Я думаю, ну ладно, окей, надо, значит, как-то пойти им навстречу, но нужно придумать это так, чтобы это и по времени было нормально с точки зрения пре-продакшна, и мне самое было интересно. Но отвечая кратко на свой вопрос, я нормально люблю ходить, если мне интересно с человеком разговаривать. Но чаще всего ты ходишь, и всё какое-то из пустого в порожнее. Вот, и ты такой... Просто знаешь, мне кажется, в моменте я сама от себя уже утомилась, в плане того, что у меня часто я хожу куда-то, и у меня ощущение, что я уже про всё это рассказывала, я всё это уже говорила, и как бы все очень радуются, всем очень нравятся, но я такая, ну это же хуйня, это же трюизмы и банальности. Я про это тоже очень много думал, и мне кажется, просто ещё это может быть отчасти чуток-виток какого-то синдрома самозванца, который... Тебе хочется, во-первых, всё время быть интересным и что-то новое привносить, потому что тебе кажется, что люди, которые тебя посмотрели, их вот, ну, там, 50 тысяч человек, да, скажем, 50 тысяч человек, и они вот этим скопом держатся, и они с одного видео на него прыгают. Они везде-везде ходят, да, но он с Том с тобой... А это же не так вообще, это же не так, потому что я тебя сюда сдащить пытался полтора года, но ты ещё не шла, потому что у тебя жизнь удивительнейшая вообще живёт, что ты никуда не успеваешь. И Карину я тоже там год звал, и она мне говорила приблизительно такие же вещи, что и ты. Она говорит, я вот была полгода назад на подкасте где-то у кого-то. Я думаю, полгода? Ну, я две недели назад был, блядь, ничего, я вот записываю нормально. А если ты... Короче, одному вообще класс, мне очень нравится записывать пи-пи войной, потому что это лёгкого вида шизофрения. Ну, божа. Где ты просто сел и такой... И в интернете ещё выложили, люди такие, да, вот это бур-бур-бур-бур-бур. У меня вот такое бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Блядь, обожаю. Ого! Неожиданно! Вау! Фея, речна, вау, Топ. Слушай, а как ты вообще пришла к тому, что такая, бля, лимонад? Лимонад тема. Ну, типа, ты единственный из моих многочисленных вообще знакомых, который такой, лимонад. Лимонад же охеренный напиток, нет такого? Сейчас попробуем. В смысле, ты его пил? У меня есть видео с дня рождения, он пил его. Да я на видео, ё-моё, ксюх. Ребята, если вы хотите, целую подборку роликов, где Дима Коваль пьёт, лимонады скажите, мы сделаем. Короче, история такая, что я, во-первых, всегда очень открыта вообще ко всем идеям, ко всему. Я такая, кто-то что делает так. Мне прям всё интересно, клянусь. И я всё время думаю, так, вот это интересный бизнес или нет? Сюда бы я, типа, впрыгнула или нет. Там с этими людьми я бы хотела что-то делать. И у меня есть два друга замечательных, Кенан и Рома. Бармены, профессиональные, очень крутые. Рома, который... Пометков. Да-да-да. Да, такой голубоглазый, ангельский пират. Да, мы познакомились с ним на твоей свадьбе. Вот. Да. Он был на мой свадьбе. Нет. Нет, не он. Это был Зарипов. Который в Сейдж работал. А, да, он был на мой свадьбе. Да! Да, я вспомнила. Я просто, у меня кто-то из друзей... Короче, неважно, потом объясню, просто у меня не все друзья смогли приехать. И я такая думаю, а как он смог приехать, если он летел из Турции? А что? Ну ладно. Короче, и они делали такие, ну, крафтовые лимонады небольшими партиями. И они хотели расширяться, делать из этого бизнес. И вот мы как-то так поняли, что у них есть этот невероятный навык. Это, правда, на самом деле тяжело, потому что, ну, так сочетать вкусы, это надо уметь, и у нас они супер нестандартные. Вот. При этом никакого добавленного сахара и при этом нормальный уровень кислотности. Короче, это сложно, правда, они супер молодцы. Вот. А, ну, я не умею делать лимонады, но я умею делать дела. Вот. И я такая, окей, какую-то маркетинговую и техническую сторону я беру на себя. И очень классно. Ну, мы начали, на самом деле, это еще где-то в 20-м году. Нет, в 21-м. Потом в 22-м мы должны были как-то расти. 22-й прошел, как прошел. Очень моя любимая история про то, что в России, оказывается, в моменте не было своих крышечек. В России не было нормальной своей стеклотары. У нас поменялись составы лимонадов и вкусы, потому что у нас были, например, австрийские производители. Они перестали быть в России. Вот. И мы, короче, просто, ну, вот как раз, почему 22-й будет такой вот, потому что ты резко, типа, все меняешь, вообще всю свою цепочку производства, все меняешь на то, чтобы у тебя это было на территории Российской Федерации. Вот. И оно существовало. И поэтому, по сути, мы, ну, для меня, мы вот работаем и функционируем с этого года, потому что все, типа, в январе мы такие, типа, окей, мы уже все нашли внутри, и то мы до сих пор, вот у нас, например, с бутылками могут быть какие-то затыки, мы заранее их заказываем. А, нет, может не быть их. Может не быть конкретной формы бутылки стеклянной, да. И ты такой, так, надо заранее купить их много-много, чтобы, типа, все было. Ну, вот. И, а почему, ну, как бы, почему мне это показалось интересным? Потому что, на самом деле, я очень люблю и Фентиманс, и Восток, и это клевые, ну, на самом деле, бренды. И у меня, когда я работаю, есть привычка, я не ем обычно, но я что-то пью. То есть я либо пью чаи, либо я пью, вот там, какую-нибудь газировку. Да, и хочется, чтобы это было что-то вкусное, но при этом, понимаешь, не такое, что ты выпил там бутылку-две, и у тебя все, как бы откинулись все твои внутренние органы, поэтому мне это очень было интересно. Ну, и он клевый, потому что, например, я, ну, не особый фанат попить, ты знаешь алкоголь. это очень смешно. Да, это реально смешно. Вот. Я алкаш, я выпила водочки. Блин, да, Ксюха очень часто, ну, не очень часто, время от времени зовет потусить, и мы ходили как-то с Ксюхой тусить несколько раз. Где-то, когда 12 часов наступает, Ксюха выпивает шот водки и говорит, ну, все, у меня завтра в 7 утра встреча важная, я пошла. Тусовка была охуеть просто. Ребята, я в похмелье, наверное, просну. И так каждый раз практически. Ну, да, но либо я потом уже ухожу в точку отлета, вот, и, ну, как-то вот, да, балансирую. Ну, вот, но с тобой мы в точку отлета не уходили, мне кажется, со времен какого-то ковида-карантина. Вот, мне кажется, тогда я еще могла как-то подпевать. Да, наверное, наверное, наверное. Ну, все, ну, вот. Я, кстати, три месяца не пил. Я тебя поздравляю. Я продолжаю. Молодец. Вот, вместо вина, ну, такое. Ну, короче, клево, что можно его и так пить, и добавить туда алкоголя, и знаешь, дома сидишь, такой, тюй-тюй-тюй, приятный вечер. Вот, в общем, я очень за него, ну, это мой вообще... Попробуйте, ребята, попробуйте. Я понимаю, я понимаю, что вы скептически настроены, потому что люди ко всему новому скептически настроят. Но давайте так, вы тут спьющая аудитория, добавьте в это просто... Коньяк, очень вкусно. Коньяк, водочку. Джин хорошо. Джин вообще, я вот, честно говоря, пил и думал, блядь, вот бы джинчика, конечно, сейчас бабахнуть. Вообще топс. Я, кстати, хочу еще сказать важный момент. Знаешь, периодически люди, особенно в Твиттере, мой любимый вообще, как сказать, классер людей. Хотела сказать, в Иксе? В Иксе. В Хе-хе. Такие вот, такой дорогой лимонад, а он, ну, где как продается? Где-то 179, где-то, например, его продавали, мы-то продаем за одну цену, а они дальше свою ставят. За 350. И его покупали. Ну, то есть, типа, людям окей. Ну, где-то на этих, на корнерах. Ну, короче, да, где-то он везде по-разному стоит. Знаешь, в Азбуке Вкуса он продал, не в Азбуке Вкуса, господи, в Кофемане они свою на оценку ставят. То есть везде разные. А это ты договариваешься со всеми? Или кто? Нет, ну, слава богу, есть гендиректор. Я где-то могу включиться и сказать, давайте мы там, типа, вот какие-то активности сделаем. Я иногда поражен, куда ты проникаешь. Ну, вот эта вот история, что в самолетах... А, Ксюша открывает мир в самолетах. Да, да, да. Я такой, блядь. Ну, типа, знаешь, меня поражает... В Аэрофлоте есть, Ксюша открывает мир, мой шоу. Я говорю, меня поражает, я подумал, а сколько нахуй надо было проделать усилий, чтобы вообще туда попасть? Это через какие-то знакомства? Как ты вообще туда заходила? Не торопись, всё нормально. Слушай, ну, это, как-то сказать, я называю это кумулятивный эффект. Как? Ну, кумулятивным. То есть, типа, это не такое, что ты прям сидел и исключительно в это долбил. Но, как бы, я начала делать проект, я его начала снимать, я начала рассказывать разным людям про него, я начала говорить, что вот нам было бы круто поддержку, может быть, кому-то было бы интересно, может быть, вы кого-то знаете. И вот так я ходила и забрасывала, ой, господи, и забрасывала эти семена. И потом, то есть, мне уже написали, сказали, окей, там, типа, мы бы хотели его взять, давайте, типа, договариваться с чего-кого. То есть, это не целенаправленно? Это не было того, что я хотела именно, например, там, вот конкретно к ним встать. Я очень рада, что мы встали в Аэрофлот, потому что, ну, типа, я их очень люблю, ну, как бы, всех компаний, ну, у нас не так много компаний, на самом деле, это в России, но Аэрофлот, правда, для меня классный. И, как бы, когда мы с ними списались, они спросили, поставили, я была очень рада. Это не было такого, что я снимаю проект под ним. Они купили его, да? Они его купили? Они собрали права, да. Ну, типа, на вот эти выпуски. Купили это, если бы они нам, знаешь, такие, типа, давайте снимайте новые, делайте эти и так далее. А, просто уже готовые? Да, да, готовые собрали. Задорого? Нет, вообще, да. Если мы что, мы можем вырезать? Вообще считай за бесценок. Просто, типа, ну, потому что это огромный, как-то сказать, ну, это очень крутой имиджевый мув, понимаешь? Это большая узнаваемость. Да, да, конечно. Поэтому ты, конечно, это делаешь. То есть я очень много, я вот всегда про это говорю, люди как-то, ну, особенно те, что помладше, триггерятся и говорят, что, типа, вот, конечно, легко-то говорить, но изначально всю свою жизнь я, если была возможность что-то сделать с потенциалом наперёд, я это делала даже за бесплатно. То есть ты понимаешь, что, окей, я с этого не получу деньгами, но я получу с этого чем-то ещё. Я вот с этим человеком сейчас буду расходиться на хороших вообще отношениях. Я со всеми стараюсь расходиться, будь то рабочие отношения, личные, ну, как бы, любовные, любые, максимально на, ну, как бы, хорошей ноте. Потому что, ну, ты не знаешь, как всю жизнь повернётся, и ты не истеришь, что я такая, а-а-а, что же будет дальше, страшно. А я просто понимаю, что, ну, сколько раз было, что потом это, ну, люди, как бы, которые ко мне, по отношению ко мне себя плохо как-то вели, им потом нужно было от меня что-то получать, понимаешь? Ну, и мне, в принципе, не то чтобы с точки зрения кармы, но с точки зрения здравого смысла не кажется хорошей идеей, ну, как ты знаешь, Ну, ты опять что-то сильно на здоровом говоришь вообще. Да, блин, я ужасно скучная, я понимаю. Ну, типа... Нет, ты не сильно... Я всё испортил бы. Нет, да ты не скучная, просто... Это, знаешь, это такие простые истины, но они настолько простые, насколько они сложные. Типа, чтобы у тебя всё было хорошо, нужно, чтобы с людьми было хорошо. Это супер как бы для меня тоже сейчас такая тупня, потому что я думаю, блин, ну это же всё какое-то очень простое, и мне так тупо это говорить, что-то, но при этом это то, как я живу. Я понимаю, что это определённо вносит большой положительный вклад в мою жизнь, что у меня есть какие-то вот эти принципы, я им следую, и, ну, они вот со мной двигаются, но они очень простые. Там нет нигде какой-то вот истории, знаешь, про... Вот если бы я не закончила магистратуру вышки, я бы ничего этого... Да это вообще... Вот ещё вот это, я в ахуе. Ты же, да, в магистратуру пошла когда-то год назад? Два года. Два года назад? Да-да-да. Я пошла в сентябре 21-го. Это тебе сколько было? 27. 27, да. И ты уже, ну, типа, ты не уже, а ты прям ого-го-го-гэ-гэ-гэй. Ну да. Ну, я причём ещё пошла... Ну, я просто, ты понимаешь, я даже не знаю... Для меня это настолько удивительно, потому что я даже не знаю, что мной должно... Какой мыслительный процесс во мне должен быть запущен, чтобы я такой, блядь, хочу вот магистратуру... Ну, хочу сначала закончить высшее, потом ещё и такой, и получу магистратуру. Меня это ебать как поражает вообще. А для чего? Почему? Слушай, да мне просто было интересно. Я не знаю, ну, то есть... Блядь. Почему ты получила высшее образование? Для какой-то... Да мне просто было фан. Да чисто. А почему я? Да слушай, ну, во-первых, важно понимать, что, опять же, я, кстати, когда училась эти два года, мне было пиздец как тяжело, особенно, я говорю, из-за 22-го с февралём, вообще из-за всего того, что происходило, ты сидишь... Это нервная была. Да. Я просто такой... Вот, потому что, ну, я ещё там, я же умудрилась, так сказать, дать ёбу, потому что я, значит, изначально поступила на философский. Просто по стопам Земфира пошла, и как она тоже сказала, до свидания. Но, понимаешь, дорогие друзья, читать философию и учиться на философском, это две большие разницы. А в чём учёба? Как учёба проходит на философском? Вы напеваетесь на кухне сидите? Нет, она проходит, я сразу сделаю большую пометку, что это не подошло мне, но многим, ну, многим точно не подойдёт, определённым людям подходит. У меня другой психотип, и у меня другое вообще мышление, поэтому я там сходила с ума. Потому что мне важно было, что я вообще хотела получить от учёбы. Какие-то дополнительные знания, получить какую-то теоретическую рамку и инструментарий, с помощью которых можно там препарировать мир и по-другому смотреть на события, которые происходят. Ты такой, о, окей. Я, то есть, на это смотрю не через одну линзу, а вот ещё вот так, вот так, вот так, и мне там что-то понятнее, что-то нет, но, в общем, это такое, расширение себя. И я думаю, что с философским факультетом будет так же. К сожалению, моему всё-таки это, наверное, нужно идти на философского бакалавра, и то не факт, потому что то, где училась я, мне не понравилась атмосфера, мне не понравились абсолютно преподаватели. Опять же, это не подошло мне, но слава богу, слава богу, вот мне кажется, здесь хороший урок, полезный всем. Я поняла это достаточно быстро, то есть прошёл где-то семестра полтора, вот так, и я такая, надо перевестись, надо понять, что мне не нравится. Я, например, поняла, что мне бы хотелось, чтобы мои знания, они были более приложимы к миру, потому что в философии тебе не так важен ответ, тебе важен сам вопрос. Это как бы база. А мне нужно было всё-таки искать какие-то ответы. Я такая, окей, смотрим, и я поняла, что окей, есть социология. А ещё была проблема в том, что я хотела писать работу свою научную по определённым темам. Я не могла найти ни научника на философском, не могла никак согласовать тему ни с кем, и я такая, окей, значит, я... Она была отбитой. Ну вот. И, в общем, я перевелась на комплексный социальный анализ и был оттаск в том, что... На социологию. Это называется, ну, типа, социология, и там конкретный факультет. И чем занимаются люди, которые закончили комплексный... Ну, это социологи. Они кто-то теорией занимаются, кто-то идёт в маркетинговые фирмы и для них делает исследования, кто-то конкретно социолог. То есть общество ты изучаешь, ну, не как психолог, да, потому что тоже в какой-то степени психолог может этим заниматься, но более, так сказать, в отрыве от одного индивида. Но не суть, суть в другом. Суть в том, что я просто въебалась в стену, как выразился мой муж, потому что он... Вот он просто... Мы с ним спелись. И пока я поступала, он такой... И пока я училась... Потом у меня начался питон и программирование, он такой... Что? Да, представляешь, вышки же всех заставляют учиться программировать. Ой, это капец. Ну вот, но эти знания, они сразу у меня были удалены после того, как закончился... Программирование? Да, знаешь, почему? Потому что, значит, мы что-то это всё сделали, закончился этот курс, закончились эти экзамены, и я поняла, что, вот, опять же, я не буду себе врать. Быстрее и лучше для всех будет, если мне надо будет что-то проанализировать, если я заплачу человеку, который занимается питоном, и он это сделает быстро, профессиональные классы, чем я буду себе доказывать, что, ох, я питониста, я знаю, что такое нампай, аре, ебать. Вот, нет, это всё мне... Я такую свою неполноценную сейчас чувствую рядом с тобой. Ну, смотри, нифига, видишь, питон прошёл мимо меня в итоге. А, ну да, вот ты лох. Ой, пиздец, питон не знает. Знаешь питона? Не знаешь, вот тоже не знает. Никто не знает питона в этом здании, но мы другим занимаемся. Ну вот, суть, короче, была в том, что мне пришлось сдавать параллельно две сессии, и это был какой-то кабздец. Вот, потом меня всё-таки перевели на социологию, я счастливая, всё супер, и начинается 24 февраля, и я такая, еб твою мать, когда-нибудь я выдохну. А я уже... Я прям помню, что мне после... Мне прям было в моменте очень тяжело, потому что у меня очень много было каких-то затыков на работе по понятным причинам. У меня вот этот вот момент с учёбой, потому что там свои дедлайны, всё очень как-то непонятно, сложно, и ты ещё чувствуешься абсолютно лохом. То есть мне на самом деле... Я понимаю, что... Ну, помимо того, что мне хотелось какие-то знания, мне, во-первых, хотелось выйти максимально из какой-то своей комфортной, понятной зоны, где я такая, окей, здесь я уже всё умею, ну, до определённого уровня, здесь я тоже всё умею. Я такая, окей, надо типа встрепетнуться, посмотреть вообще, что вот как бы... У меня ещё там двигается голова или нет? Двигается, двигается. Но это было такое испытание себе, знатное, я тебе хочу сказать, потому что было много моментов, когда я прям чувствую, что, блин, здесь я не догоняю. Но потом, я тебе хочу сказать, когда я защищала уже свою работу, у меня, во-первых, ну, одна из лучших по оценке комиссии вообще была на курсе, а там были люди, которые профессионально, типа, социологию учились, я такая, блин, всё, я типа норм. Ну вот, но я... А ты отличница, да? Нет, нет, вообще не отличница. А в школе? Нет, я нигде не была отличницей. Слушай, ну, потому что у меня есть всё равно нормальный уровень профигизма. Я такая... Ну, вот, например, чтобы ты понимал, у меня был предмет, и мне очень не понравилось, как его преподавал чувак. Он очень как-то похеристично к нему относился. То есть видно, что он свою работу сделал, ну, блин, процентов на 60. И у него, знаешь, с первого же занятия какие-то шутки-ублюдки, всё очень какое-то дурацкое. И я сижу, и я такая, я не буду на это ходить. Ну, то есть я вот сейчас просто понимаю, что моё время мне сейчас, ну, дороже. У меня нет задачи получить какой-то средний балл, 5-0 и так далее. Там 10-0, да, если это вышка. Потому что моя задача — получить знания какие-то прикольные. В этом, кстати, плюс, когда ты в более зрелом возрасте идёшь учиться, потому что ты понимаешь, что тебе как бы надо, и что нет. Я говорю, я лучше в это время пойду. А для чего? А для чего тебя? Вот с какой целью тебе нужно было это получить? То есть ты говоришь, что когда идёшь взрослый, зрелый, более учиться, ты там точно понимаешь, что тебе нужно. Слушай, ну, потому что я понимала, что... Нет такого, что это как ачивка, может, какая-то... Нет, я думаю, в этом есть по-любому ачивка. Это же прикольно, что, как я уже сказала, есть там определённые, ну, даже те же, социологические модели объяснения чего-то происходящего. Когда я, например, буду делать какой-то свой шоу, я буду понимать, что у меня есть теперь там не четыре цвета, которыми я могу описать данную ситуацию, а шестнадцать. Потому что я такая, о, я могу ещё сослаться на это, на это. Потому что до этого у меня было хорошее фундаментальное журналистское образование. Оно гуманитарное, но оно слабо теоретическое. То есть, да, это там теория литературы, но это не подходит, если ты хочешь делать, хоть, на мой взгляд, какой-то контент про, там, я не знаю, ну, общественную жизнь. То есть ты можешь, да, ссылаться на классическую литературу как на какое-то воспитание чувств и там какие-то примеры брать оттуда. Но если хочется чуть более какой-то научной или, ну, не знаю, такой истории, хочется всё-таки взять откуда-то эти данные. Я такая, ну, я могу, конечно, просто сидеть, как я и читала это раньше, как-то читать научпоп, но мне хотелось, чтобы у меня была какая-то, ну, какой-то шампур, на который я этот шашлык нанизаю. Да, то есть, чтобы оно как-то вместе было. Ну, и в целом, я могу сказать, что я не пожалела. То есть я много там чего себе записала, что я ещё буду читать. А ты на очном была или как, или это заочная? Очная. Очная. То есть ты ходила в институт? Да, но у меня ещё... А потом ты пиздавала по своим вообще всем делам? Наоборот, у меня утром были дела, а потом я сидела в институте, потому что... А как ты... Как ты, блядь, вообще это... Ну, смотри, у меня когда больше трёх дел, это вот очень загруженный день. Ну, имею в виду, если больше трёх мест надо посетить за день, я такой вот, это ничего себе мы денёчек прожили. Ну, это неплохой денёчек, бодренький, нормально. Да, а если ещё... Ну, блин, я просто вот пытаюсь представить. Даже хорошо, я убираю гастроли сейчас, и я такой, мне необходимо филфак или там социология. Ну, просто вот чувствую потрясение. Мед. Мед, может быть, может быть. И я вот думаю, хорошо, а я даже не представляю. То есть ты вот тоже... Мы начали с того, что ты такая... Я не знаю, как себя выдернуть из кровати в такую погоду, что-то делать. А тут ты просто... А как ты училась ещё? Ты же, ну, ты же медийная вообще. Блин, вот, кстати, на философском там общегуманитарный корпус, и там ко мне подходили всякие девчонки из других факультетов что-то милое говорили, очень мило было. Вот. А мой, который социология, он из того, что ещё вечерка, там меня меньше узнавали, но я поняла в моменте, что они там что-то просекли, но там и кто-то из преподавателей. Но все очень были милые. У меня вообще очень классные одногруппники были вообще. У нас до сих пор суперчат фри Бритни. Вот. И уже Бритни свободна, мы тоже свободны. И все были очень милые. То есть вот на философском... А все моложе тебе? Нет, там, кстати... Ну, я одна из самых взрослых, вот, но у нас была Марфа, она меня старше, у неё дети даже есть. И тоже она супер, кстати, училась. И кто-то ещё был, по-моему, плюс-минус ровесник. Но в основном мы, типа, да, самые старшие там. И как тебе с зумерами было? Ну, там очень хорошие зумеры. Вот они какие-то внятные, знаешь, работающие головой. Очень системные. Вот. То есть я прям, помните, я запомнила, я такая, так, если что, я вот точно хочу поработать с тобой, с тобой, с тобой. Ну, а, да? Да, я прям запомнила. У меня есть контактики. То есть по итогу... Мы даже поработали с девочкой одной. Она писала там замечательные тексты нам для... Ой, не для реки, а там нужно было сделать халтурку. И вот сейчас она писала. Телеграм-канал вела один. Блин, я... У меня реально просто, ты знаешь, нет слов, бля. Ну, почему? Я слушаю, 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 слушаю. Думаю, господи. Ну, что? Сейчас. Надо... Возможно, знаешь, отчасти... Тоже ни в коем случае я не в укор, ни критик, ничего. Но я думаю, из-за таких людей, как ты, очень много людей себя чувствуют. Вот, я только хотела сказать, я хотела сказать, что, блин, это меня вот тоже ужасно угнетает, потому что... Да, угнетает это? Меня вообще не угнетало. Нет, меня это раздражает, потому что, я бы говорю, я не выбирала какой-то... Ну, то есть... Я такая. Мне не нравится этот культ сверхпродуктивности. То есть когда кто-то говорит... У меня вот даже эти, типа, лекции, которые я там периодически читаю про то, что саморазвитие и вообще культ продуктивности это параша ебаная. Ну, это такое краткое содержание. Вот. Это вообще не универсально, это не нужно всем. И, как бы, ну, всех разный базовый, ну, набор энергии. Ну, как бы, вот у меня он такой. Ну, и, как бы, я понимаю, что иногда... Там, мне иногда кажется, что, может быть, он был раньше больше, потом это когда нет. Ну, вроде он плюс-минус ровный. Но я понимаю, что мне, например, видишь, чтобы прям выключиться и отдохнуть, мне надо уехать из Москвы. Это, наверное, не самый тоже нормальный вариант, да? Ну, просто только когда я не в Москве, у меня вообще, у меня, как бы, забрало поднимать, я такая, супер, ничего по работе делать не буду, всем до свидания. В Москве я себе отпуск устроить просто не могу. Ну, типа, вот у меня просто... Психологически, типа? Психологически, у меня просто не получается. И, то есть, это не означает, что мне прям тяжело то, что я делаю. Нет, мне нормально. Но я понимаю, что вот чтобы переключиться, я, например, там уезжала на три или четыре дня, на три дня за город, просто вообще одна тоже, без мужа. Это вообще очень крутая штука. Я такая, бля, как хорошо, как прекрасен этот мир, всё супер. То есть, может быть, если бы... Чисто ты одна уезжала, сидела, а что ты делала? Медитации, йога... Читала книжку, гуляла по лесу, говорила о травке. Я не шучу, кстати, я вот эта вот ебанутая бабка, которая ходит. Я понимаю тебя. Я говорю, господи, солнышко, спасибо, что ты... Я клянусь, я это делаю, мне кажется, лет с десяти я продолжаю это делать. Я прям такая... Деревья. У меня, видимо, возраст начался. Я стал проговаривать, я стал проговаривать, как я себя чувствую, знаешь, просто в моменте такой... Мне хорошо. Да, я так всегда делаю. Мне кажется... Ну, не, не знаешь, никогда что-то выпила, а вот просто сижу и такой... Нет, я просто... Как же хорошо. Да, да, да. Офигенно, офигенно, дед. Или просто с едой тоже поговорить. Да, да. Ну, что-то... Всё, всё, мы уже... Одиночество, знаешь, съедная, типа бутербродик какой-то. Я думаю, как хорошо. Не, я тебе клянусь, я прям иногда... Вот я ем булочку иногда, думаю, как хорошо, как у меня всё... Ну, то есть, вот так вот тебя берёт, и ты такой... Ну, и да, и вот что? Почему мне сказать? А вот мне нравится. А вот всё склёво в этом мире. Вот. Поэтому я там ходила последний раз. Единственное, я последний раз жёстко проебалась, потому что я, значит, нашла какой-то этот... Закладку? Блядь. Ходила по лесу, разговаривала с травкой. Такая, ну, тут раз... Закладочка. Нет, я нашла вот этот вот какой-то пансионат, что-то, я не знаю, как это назвать. Я что-то как-то смотрела фотографии, ну, жилища своего и прилегающей территории. И вот опять же, рубрика без ассистента, знаешь, посмотрела, думаю, ну, нормально, он ещё так называется, лисья нора. Я думаю, может, там есть лисы. Вот. Короче, я приезжаю, и я понимаю, что что-то не так. Ещё на моменте, когда я садилась в машину, и меня спрашивает водитель, он говорит, а у вас оружие будет? Я такая, блядь, что? Я думаю, приколист. Я такая, ну, нет. И мы едем. Оказывается, туда все ездят, потому что там некрасивое... А потому что там стрельбище. И то есть мои три дня, и я такая сижу, знаешь, читаю свою книжку, и потом... Блядь, что за херня? Короче, да, туда люди приезжают стрелять по тарелкам, просто по этим мишеням, все со своими ружьями, с разрешением на ружье. У меня стало какое-то желание, вообще, кстати, не своевременное. Захотелось пойти пострелять? Это, кстати, очень успоко... Мне вот несколько людей говорили, я просто не выношу холодное... Вообще, оружия вообще нет. Мне прям некомфортно. Ножи еще более-менее, но, типа, пистолет, огнестрел вообще... Я прям тебе клянусь, вот у меня просто вот... Дрожь? Вот просто отторжение. То есть мне говорят, типа, хочешь пойти пострелять? Вот есть люди, которые такие, прикольно съездить там, пострелять в базуки. Мне вообще не прикольно. И я такая... Нет, спасибо. Вот. И поэтому как бы тот факт, что я умудрилась забукировать себе такое место отдыха, это было, конечно, смешно. Но мне много кто говорил, в частности, пацаны, что это как-то вот успокаивает очень сильно. И я такая, да, интересно. Ну, а вот вчера должен был поехать, ну, что-то я... Не захотел? Типа того, да. Но вот стали, знаешь, какие-то штуки во мне появляться, которые... Ну, видимо, я попробовал все доступные, несложные способы высвободить как-то свое, не знаю, недовольство, свои какие-то подавленные эмоции. Типа там, ну, понятно, там алкоголь, какие-то зависимости, не знаю, там отношения, секс, вся хуйня. И оно не работает. Видимо... Спорт? Я ненавижу, блядь. Я ненавижу нахуй просто. Я ненавижу спорт. Ну, значит, так, сейчас я поняла. Я, слушай, у меня как вышло? Я не знаю, уважаемые зрители, видно ли, что скулы стали прорезаться обратно после... После импикфейс. Блядь, короче, я в какой-то момент из-за работы, из-за постоянного заеба я вообще просто... И 30 лет пришло. 30 лет наступило, у меня метаболизм просто, как, знаешь, по тормозам въебал, и все. И реально съедаю два дня бургера, и все, плюс там 500 километров, килограмм, блядь. И раз, я сначала смотрю, я еще спрашивал тоже там людей, которые рядом были, я говорю, я нормально выгляжу? Потому что у меня, знаешь, стали закрадываться какие-то. Я такой говорю, я нормально выгляжу? Мне говорят, да вроде да. А потом мне говорят, да слушай, мы тебя каждый день видим, блядь, что ты спрашиваешь? Да-да-да. Я что-то потом какое-то шоу, блядь, или еще что-то. Я смотрю, думаю, еб твою мать, это пиздец, вы что, твари, блядь? Все молчат. Вы что не сказали? Не, мне потом уже в какое-то... Знаешь, как мне стали говорить? Мне девчонка говорила, не, ну вообще можно походить. А если тебе говорят, ну вообще можно походить, это значит пиздец. Ну типа все, чел, это не стоит жестко, блядь. Это надо, ты жирный, блядь, обрюзшее тело. И я... Мне так было сложно пойти в спортзал. Знаешь, как я пошел в спортзал? Я поспорил... Не поспорил, я, короче, подруге сказал, я говорю, смотри, она мне должна была очень много денег, прям очень много. Я говорю, если я не пойду, ты можешь мне не... Вот если я не пойду до 10 июля условно, ты можешь мне не возвращать там 600 тысяч. Я говорю, можешь мне их не возвращать. И она такая... А если пойдешь? Я говорю, просто вернешь. Она говорит, все. То есть ты мне предлагаешь поиграть в лотерею, где я могу... Да-да, где тебе не надо ничего делать. Знаешь, как я пошел? Ровно 10 июля. Блядь, я не мог себя заставить годами. Я пришел, и мне еще... Я помню первый день, когда выходил в спортзал, я думаю, бля, я в неплохой форме, я уверен. Я сейчас удивлюсь, приятно удивлюсь. Я чуть ли не блевал после первой тренировки. Я просто сидел, и я такой, господи, а как вы сюда вообще себя заставляете ходить? Мразность. Там чуваки, реально типы, я на протяжении там двух с половиной месяцев ходил регулярно, и чуваки всегда там. Я прихожу, он там, я ухожу, он там. И по итогу, у меня... Ну, мне вес надо, хотелось бросить. Сейчас, конечно, хочется еще тело, как у... Адониса. Как у Райана Госсинга в баре. А, хорошо. Я просто, блядь, это видела? Естественно. Я в ахуе был. Я такой, это женская грудь у тебя, или что? Я просто, блядь, козел нахуй. Обкалывался своим этим айзинпиком, блядь, никто не поймет вообще. Угу. Ну и что, ты походил два с половиной месяца, скинул три килограмма, чуть, блядь, ненавидел вообще всю эту хуйню. А потом две недели стрессов, две недели стрессов, и минус еще четыре килограмма. Я такой, и нахуя? И зачем это все было? Просто нужно новости постоянно читать. Да, и все, и ты сразу такой, о, класс, все супер. Да, и все еще, знаешь, начали говорить, ты так свежо выглядишь, а у меня внутри просто тьма. А ты dead inside, я обожаю это, когда ты так колосно выглядишь. Я такая, да. Спасибо. Я такая, поспала два часа. Да нет, я вообще ненавижу зал. Я сейчас в Лондоне была когда, и что? Не, 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 у меня даже все время можно говорить, я, кстати, в Париже вот недавно был. Да нет, ну просто, я почему это рассказываю, потому что чувак, про который я расскажу, он там, типа, живет. Но ладно, окей, он, значит, бывший профессиональный спортсмен, и мы, значит, изначально играли в теннис, потому что вот, я начала играть в теннис, сейчас мы к этому вернемся, но идея в другом. Идея про этих людей, которые ходят в зал нон-стоп. И я сижу с ним и с его другом, тоже бывшим теннисистом, и они, клянусь, мы сидим перед ним в пабе, блядь, они пухают пиво и обсуждают, как они каждый день будут ходить в зал, и они ходят в зал. Я знаю, Я говорю, что вы делаете там? Они такие, не, ну, значит, сначала ты час бегаешь, потом ты что-то делаешь. Охуеть! Да, потом ты, значит, что-то там делаешь какие-то упражнения прикольные, а потом, значит, ты еще тянешься. Я такая, ain't nobody got time for that. Ну, то есть, они говорят, ну да, но зато я в старости буду типа суперздоровым, классным. Я говорю, ну, я сдохну от скуки до старости. Я пока ваху час бегаешь, потом... Потом ты еще делаешь какие-то упражнения на какую-то зону, и потом растяжечка, йога какая-то. Это безумно. Знаешь, как у меня было бы? Сначала час бегаешь, потом три дня лежишь, потом твои поминки, и все. И все, на этом мы закончили. И мы едим кутью, понимаешь, вспоминаем какой-то хороший. Да, да, да. Это пиздец. Вот, и он еще говорит, ну, мы там все тусили в разные дни, и он говорит, слушай, что, может, вместе в зал сходим? И я говорю, я с тобой, блядь, никуда не пойду. Я говорю, ты что, больной? И он говорит, ну что, ну можем 30 минут, 50 час побегать. Я говорю, я побегаю только от тебя нахер. Я говорю, мне это нахуй надо. Вот, я просто ненавижу зал абсолютно. Но вот я стала играть в теннис летом, и у меня очень хорошо получается, правда. И мне он нравится. То есть я не чувствую, что это спорт. То есть я нашла, наконец, то, чем я хочу заниматься 3-4 раза в неделю, и я там реально ношусь как мразь, потому что, ну, это довольно... Я там такое кардио хорошее. Неплохое. Но при этом я понимаю, что я могу себе позволить этим заниматься вот только сейчас, ближе к 30, потому что это пиздец, как дорого. И типа... Да, сколько пятнашечка? Ну, ты платишь за корт, и ты платишь тренеру. Но у тебя выходит вот в среднем типа 8-11 тысяч. И ты... Ну, это до хрена! Это до хрена, Карл! Так я, слушай, оплатил тренеру, оплатил, значит, за сертификат этот... Ну, как? За сертифик... Как это называется? Абонемент? За абонемент вылетело слово. Сертификат. Сертификат. А то тут все на сертификатах в интернете ёбнулись в последнее время. За абонемент заплатил, не знаю, тысяч 30, ну, за несколько месяцев. И еще по 3 тысячи платил тренеру каждое занятие. И я брал тренера только потому, что я знал... Одному ты не будешь заниматься. Я буду даже приходить. И один раз пришел без тренера, я 20 минут что-то, блядь, побыл там и такой... Я ничего не делал. Меня не держат здесь больше ничего. Меня ничего не держат. Я не хочу тут быть, нахуй я тут есть. Да, меня эти марафоны, знаешь, когда за 21 день похудеешь, я уже через 2 недели... Да мне похуй, я, в принципе, себя люблю в таком теле. Мне нормально. Блин, вот видишь, у меня как раз столько, наверное, вот полное... Я себя и так не люблю даже... Сука, так смешно. Я 3 года назад, мы когда с тобой познакомились, я себе не нравился, потому что я такой, блядь, я такой худой, я такой трещавый, мне так плохо от этого, я хочу быть больше. Бойся своих желаний. Так, блядь. И потом я набираю, сколько килограмм? 12, наверное, 10-12 килограмм я набираю, и я на себя смотрю, такой, ебать, так мне это тоже не нравится. И я смотрю на фотки, где я худой, и там как будто бы были какие-то 20 минут, где меня устраивало мое тело, но я даже не успел посмотреть на это все. Но меня очень сильно вот мотивировало, я шел, потому что я, ну, по утрам смотрел в зеркало на себя, и думал, чувак, пиздец, ладно бы ты себя любил, ладно, там, не знаю, у тебя какое-нибудь нарциссическое расстройство было, или еще что-то. У тебя не оно. У тебя не оно, ты что себе позволяешь? Ну, и, естественно, там сразу я, если секс был, я футболку вообще не снимал. А потом, ну, а я понимаю прекрасно, что, знаешь, девчонки же тоже, да, там комплексуют иногда, когда там что-то где-то не так, и я никогда ничего не видел. Я понимаю, что, хотя я огромный, это видно. Меня видно точно, что-то не то. Я рассказывал это Саше Беспалову. Да. Саша Беспалов, можете к нему в магазин зайти. Мы играем в теннис с Сашей Беспаловым. Козел, блядь, тоже, конечно. Я ему говорю, вот, спортом занялся. Он говорит, каким спортом? Я говорю, в спортзал хожу. Он говорит, а, это не спорт. Я вот в теннис играю и в футбол. Саша, я готова его обсудить, я готова его прожарить. Саша, это вот как вот этот вот мой друг в Лондоне, я говорю, дорогие мои, а что так много спорта? Мы от чего бежим? Я говорю, а что нас в жизни расстраивает? От какой тревоги или депрессии мы бежим по этой дороге, блин? Я не понимаю. Потому что, я как не спрошу, он говорит, я на тренировочку. Я говорю, Саша, мы на Олимпийские игры готовимся. Я говорю, а когда мы? Не, ну нельзя пропускать. Я говорю, а давай пропустим. Блядь, это круто же, нет? Мне не нравится? Я просто, я очень бы хотел, чтобы у меня это было вот в распорядке дня, знаешь, как что-то нормальное. У меня есть знакомый, взрослый мужик, ему подполтос. И вот, ну и он живет жизнь. Он типа там, не дурак, блядь, и пивка садануть. Вообще не дурак. Не дурак, если что. И что-нибудь там, может быть, еще и поинтереснее пивка. Да, найти. Вообще, вообще спокойно, вообще спокойным образом. Это типа не иногда, это регулярно. А выглядит этот козел, блядь, но он выглядит просто, он вот, я мечтаю хотя бы 20 минут в своей жизни, вот хотя бы. Выглядеть как он? Хотя бы, блядь, понимаешь, хотя бы вот на секундочку. Даже не то, чтобы повыглядеть, а хотя бы, допустить возможность, что когда-нибудь я буду в такой форме, если приложу нужные усилия. Ты можешь, конечно. И как будто бы, знаешь, это люди, мне кажется, они достаточно, честно подходят к этому. Они это делают, чтобы подольше покайфовать от жизни, в том числе, от синячки и от всяких орешков. Не знаю, короче, я не могу, во-первых, я понимаю, что я могу заниматься спортом, только если это вот с кем-то и это какая-то такая вот либо командная, либо вот тренер, который мне прям нравится и мне с ним комфортно, я род него хожу, по сути. Во-вторых, я не могу, я сдалась в плане того, что спорт каким-то образом даст мне тело моей мечты. Я такая, я им занимаюсь просто, потому что это то же самое, что чистить зубы, это база, это нужно делать для общего здоровья и тонуса. классно, что наконец-то нашлось что-то, что типа мне нравится и чем я реально, вот я тебе говорю, я в пятницу, у меня была в пятницу сессия с психологом, а я на прошлой неделе у меня так вышла по работе, что, ну и плюс ко всему все-таки проблема, когда ты занимаешься с кем-то, что ты зависишь от этого человека тоже. Вот у меня тренер не смогла, потом я что-то не смогла и у меня не было ни одного занятия. И я, ну, суммарно 15 минут от нашей сессии, ну, в разные моменты потратила на то, что я такая, не, ну все, конечно, классно, я говорю, но я опять не сходила на теннис. Я говорю, вы не представляете, как меня это бесит. Я говорю, вот просто я вот ждала этот день, чтобы позаниматься спортом, я им не занималась. Я говорю, вы не понимаете. Я всю неделю ждала, как мне будет, блядь. Мне с тренажером, только тебе же нравится теннис. А у меня, знаешь как, я такой, я в ожидании того, что мне будет хуёво, и потом я не иду, ну, по разным причинам. И мне хуёво еще от того, что я не сходил. И я вот думаю, вот это опять возвращаться. Ну, короче, ребят, все тренировки, хуйня, стресс, наш, и всё. Очень плохой совет вообще. А мне, я отходила к врачу, он говорит, а вы можете не нервничать? Я говорю, ну класс, может мне еще не дышать? Я говорю, ну, то есть, я меньше нервничаю, но я все равно это делаю. Ну, потому что я, повторюсь, я эмоционально очень многие вещи воспринимаю, к сожалению, там иногда слишком близко к сердцу. И не могу. Плюс я говорю, слушайте, ну вот у меня перелеты, это тоже стресс для организма. Это всё, я не представляю, как можно жить, не стрессуя вообще. Это мне надо объесться габой, глициной и лежать в ромашках, я не понимаю. На меня даже это не работает. Ну, то есть, я не знаю, уехать на Мальдивы пожизненно, вот и, наверное, там можно. вот если прям у тебя, я думал о том, как вот не нервничать, и даже если в идеальных каких-то раскладах, как в Sims ты себе прописал, знаешь, всё идеально, я думаю, я бы тоже сошёл с ума. Я не знаю, как это... Мне советовали от аэрофобии, таблетки какие-то, знаешь, попить, чтобы обсадиться и лететь спокойно. Я один раз попробовал, не делать, кстати, так, если у вас аэрофобия, это не работает, потому что, ну, ты ватный, ты ничего не можешь сделать, но тебе всё равно страшно. И ты ещё думаешь, господи, а если сейчас что-то начнёт происходить, а я даже не смогу встать, потому что мне очень плохо, блядь, это ужас. Поэтому просто, просто 20 перелётов за месяц, и уже это... Просто клин-клин. У меня, кстати, тоже в моменте было, мне кажется, в 18-м году, у меня почему-то вдруг стало страшно летать, хотя я всю жизнь летаю, и я клин-клином выбивала. То есть я прям такая много-много-много, и я такая уже... А потом я... Сейчас, когда что-то происходит, такое начинает трясти, я просто такая, ну, я что могу сделать? Я могу просто красиво умереть, и всё, в этой ситуации больше я ни за что не влияю. Ну, либо начать прыгать по обломкам, но как бы посмотрим, как только эта проблема появится, манифестировать себя, я буду её решать. Блядь, я так не могу вообще. Ну, что я могу сделать? Ну, разобьётся, значит, разобьётся. Ну, я реально, я просто начинаю дышать, значит, ты не веришь, что он разобьётся. И я такая, ну, и чё? И просто... Ну, в зависимости от того, насколько сильная турбулентность, потому что вот когда трансатлантика вот эта... Там пиздец периодически трясёт. И ты такой... Ну, ты изначально пытаешься рационально это принять, потом ты такой... Ну, вот это моя тревога, я отдаю ей место где-нибудь вот здесь вот, она здесь сейчас побудет, ну, и вот либо мы умрём, либо нет, ну, как бы всё. А там разбиваются вообще самолёты над трансатлантикой? У тебя самолёты, в принципе, могут разбиваться. Слушай, сейчас ты уже летишь, знаешь, мне кто-то говорит, я вот не летаю российскими авиалиниями, мне страшно и так далее. Я говорю, слушайте, мне вообще похер. Когда начинают трясти, мне без разницы, что это Эмирейтс, что Аэрофлот. Ты прям... Меня каждый раз, знаешь, что мне это напоминает? У меня был парень долго, и у него, у родителей был дом на озере под Селигером где-то, под Тверью. И они ездили туда на машине. И меня всё время, естественно, брали с собой, потому что вот сын, вот его, значит, девушка, давайте все ездить. Я не могу сказать, что я была фанаткой этих посиделок, но я такая, я примерная девушка, я съезжу. Вот. И они ездили туда на машине, и его батя гнал нахуй по 200. И я прям помню, он съезжает с дороги, начинается галикой, вот так. И я просто еду сзади, я молюсь, я думаю, я не хочу сдохнуть, потому что если сейчас выбежит даже кабан нам пизда, нам просто пизда. И это было страшнее. И вот когда начали цепь трублетность, я вспоминаю то состояние, и я такая, не, ну, если там типа никто у нас нет, а то и здесь всё будет хорошо. Вот я вот туда обращаюсь. У меня был ужасный перелёт в Белград, там, или в Белград, или в Черногорию, и там, и там, короче. А, да, был ужасный перелёт в Белград, потому что, насколько я понял, не, поначалу не открывались шасси. Там вот этот звук, я уже всё знаю, блядь, как, где, что, где, да, и всё. И я понимаю, что, ну, звук идёт, он в ремиксе. а он просто постоянно, и ничего не происходит, и мы опять взлетаем, и продолжаются попытки открыть шасси. И я вижу, что люди тоже что-то подозревают. Да, все, конечно, что-то подозревают. И я думаю, ёп твою мать. Ну, слава богу, каким-то образом мы сели, и я на следующий день улетаю в Черногорию, и я, и там в Черногории же горы и море. И там какая-то людная турбулентность. Я вот, кстати, если вы вдруг летаете, не пристёгивайте ремни, вот слушайте, что с вами может быть. Так. Хуйнуло так, что чувак, который сидел рядов через пять после меня, я увидел, как он башкой бьётся об... Ну, яма очень большая была. Да, 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 да. И он подлетел. Ну, и всё нормально, но все живы. Надо пристёгиваться. Но пристёгиваться, вот, если вы вдруг думали, а чё, а вот чё, блядь. Можно просто, прикиньте, ну, он же умереть мог. Ну, мог. Он мог обзаблевать всех. Точно. Да, 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 да. Подумайте о себе и о других. Ну, стресс, пиздец, слушай, я вот, не знаю, вот это клин-клином, это, конечно, вообще какое-то варуство я стал бояться за дни до полёта. У меня раньше было, что я за дни до полёта, мне плохо. Прямо за две недели. Я такой, бля, лететь, 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 лететь. А сейчас у меня вот именно стресс начинается, как мы... Самолёт, дверь закрывается, и мы вот выезжаем. И вот я отсчитываю три минуты, потому что по статистике три минуты первые самые опасные. И мы вот взлетаем. Я не знала. Я не буду всё равно считать. Не, не считай вообще. Я просто такая, окей, значит. Ну, я ещё просто в моменте стала объяснять какие-то вещи. То есть я, например, знаю, что сильно начинает трясти, когда ты в облаке или так далее. Я прям уже это увидела. Или когда горы. И то есть ты когда это уже знаешь, ты это ожидаешь, и ты такой, окей. Вот я тебе говорю, когда ты летишь в ночи, и ты нихера не видишь, ничего непонятного, и начинается трясогуск, и ты такой, а что делать? А мне в ночи легче, наоборот. Я знала, что вообще ничего не видно, блядь, ничего не знаешь. Так, ну давай, давай, знаешь, ну что ещё давай, разгони, что ты хочешь? Да, если что-то у тебя поспрашивать... Давай. Да я думал про диджейнг, может, хотя что у тебя про диджейнг спрашивают. А что хочешь, то спроси, Зай. Вообще. Мне... Тебе нравится? Мне всё хорошо. Мне булочку дали, я вообще, я воспела. Я вообще поняла, что я очень простое существо. Вообще. То есть меня корми, хвали, и всё. И у тебя просто могу очень. Я поела, настроение уже супер. Можно опять существовать. Я по райдеру вот это понял. У меня райдера вода и банка кола. Да? А, ну ещё из-за того, что концерт иногда хорошо собирается, вот эту хуйню прошу, чтобы принести. Нормально. Просто нравится открыть. Слушай, мы же забыли вообще и в регалиях-то указать шоу «Подруги». Да, родной кино. Вообще я забыл про это вообще. Вообще забыл. Так давно это было, но до сих пор очень сильно... В твоём сердце. Слушай, я не особо смотрел. Я не особо смотрел. Тогда встречался с девочкой, она постоянно мне включала, и я говорю, нахуй ты мне это включила, выключила. Зачем мне это слушать и смотреть на безумных женщин? Абсолютно. Действительно, когда можно позвать их в подкаст? Да, да, да. Ну всё, вы уже всё. Мы уже не такие безумные. Не, ну я, кстати, с годами безумнее становлюсь. Я тебе хочу сказать больше. Мы вот это обсуждали с Кариной, что я просто настолько как-то... Мне становится комфортнее с собой, и я больше себе позволяю, и меньше каких-то... Ну, то есть я тебе могу сказать, что вот как я была там в 25, и как я сейчас, я действительно вижу разницу и в плане каких-то своих границ, и в плане того, что я принимаю какую-то свою припись, и в плане того, как я, например, отношусь к каким-то людям, незнакомым, кто мне начинает какую-то хуйню писать. Я понимаю, что я в какие-то моменты как будто бы злее могу из-за этого казаться, но мне, типа, комфортнее от этого, и этому я безумно рада, вот. И, не знаю, вот эти вот отношения с аудиторией и незнакомыми людьми, они довольно сложные для меня до сих пор, потому что ты всё равно... Ты, с одной стороны, как-то очень открыто к людям, вот, и хочешь, чтобы они получали как-то всё самое хорошее от тебя, а с другой стороны, ты сталкиваешься периодически с каким-то абсолютно таким хамством, таким неприятным поведением, что, ну, знаешь, очень сильно держишься, чтобы ни в какого-то мизантропа не свалиться, но я просто поняла, что... Я тоже про это недавно рассказывала, что я придумала для себя способ, как мне не беситься, и не... Чтобы меня не задевали какие-то, ну, тупые абсолютно комментарии от незнакомых людей. Вот, прям, знаешь, когда одну откровенную хуйню тебе пишут, ты такой... То есть иногда эти люди даже не подписаны на тебя, они просто пришли какую-то херню тебе сказать. Я просто... Я тебе объясню. Я поняла, почему они меня триггерят, потому, ну, типа, почему меня может это задеть, да? Потому что это не всегда, но иногда, там, знаешь, типа, 10 человек напишут, 11, и ты такой, типа... Я когда летаю на гастроли по России, ты же летаешь через вот эти терминалы, где люди вообще со всей России супер разные. И я прям сидела и смотрела, и прям вот наблюдала за каждым, и такая, так, типа, вот это такой вот человек такой, вот это странно себя ведёт человек, вот это вообще как-то хам... Ну, то есть я прям поняла, что очень отличная... Кто-то похожий, да, там, по манере поведения, по всему, а кто-то прям, ну, пиздец вообще, диаметрально другой человек, именно с точки зрения, ну, наверное, каких-то устоев, ценностей, да, типа, я бы пришла перед ними с розовой головой, они бы подумали, ну, припизнутая точно, понимаешь? Вот. И когда мне начинают писать какую-то херню, я вспоминаю, что вот такие люди, их очень много, я могла к ним попасть в ленту или как-то случайно, понимаешь? Не вызвать такую ленту. Да, и это они пишут мне. То есть я как бы, понимаешь, почему меня иногда это задевало? Потому что я думала, что мне пишут какой-то, ну, там, образно ты, или кто-то как... Ну, то есть проекция работает так, что тебе кажется... Да, что это кто-то, ну, что это как будто ты сама себя написала, или что это какой-то, знаешь, там, не знаю, профессор 19-го уровня, самый там умный из людей, и он тебе пишет эту какую-то объективную критику. Но потом ты заходишь к этим людям, или даже не заходишь, ты просто... Вот я себе напоминаю картинку вот эту, когда до хрена гейтов, и люди вообще супер все разные, и вот почему-то ты попался кому-то из них на глаза. И меня это очень стало, знаешь, так, типа, осаживать, и я и блокирую людей тоже спокойно теперь, потому что я сразу представляю, вот если бы мне человек вот этот вот подошел вживую, сказал кто-то, такую вот херню, которую они мне написали, моя реакция была бы какая. Он такой, ну, ёмно, ну, типа, ну, пошел нахуй отсюда. Ну, ты вообще пёс шелудивый. Ну, в смысле? Ну, понимаешь, я бы как бы... У меня нет проблем защищать свои границы вживую, понимаешь? А в интернете из-за того, что тебе кажется, что это кто-то как будто как твой друг, знаешь? Ну, ты... То есть если у тебя еще такое позитивное представление о мире, я сразу представляю, что это какой-то очень хороший, светлый человек. И потом я такая, нет, Ксюш, это очень как бы специфические персонали попадаются. Поэтому до свидания, блокировочка, пью-пью. Мне если это происходило в запрещенном инстаграме, я переходил, и если мне писали какую-то вообще гадость, прям дальше еще... Ну, я там когда в стендапе на ТНТ снимался, меня выкладывали в аккаунт. А я же по меркам вообще среднего мужчины в России супергей вообще. Ну, ты просто ультра-король. Вообще пиздец. Ну, и додик, и нын. Ну, типа, я вообще не подхожу. Вообще не подхожу. И мне писали прям комментарии, и я... Меня они не обижали. Просто я такой, а кто там? А там, знаешь, писали, типа... Что это, да? Там писали, что, типа, сколько же ему хуев пришлось пересосать, чтобы его взяли, знаешь, какие-то... Ну, вот эти вот просто какой-то... У человека восприятие, там, шоу-бизнеса какого-либо осталось на уровне, там, не знаю, 93-го года. Фильмы «Шоу-гёрлс», да? Да-да-да-да-да. И я переходил просто и лайкал фотографии с детьми у этих людей. О, уважаю такое. И всё, и больше ничего. Обожаю. А я знаю, что он увидит, она увидит. И чаще всего, кстати, женщины. Женщины, женщины. И очень злые. И это прям вообще какой-то тип. Очень злые, очень злые, я тебе говорю. И ты такой... И они придумывают вещи, которые ты вообще, ну, периодически... Вот я тебе... Ладно, из последнего. Я не знаю, мы это ставим или нет, но просто я даже не могу иногда придумать эти ассоциативные цепочки, что моё какое-то действие можно трактовать так. Я не понимаю, что... То есть у них свои проекции, они об тебя сходят с ума. И ты сидишь и такой, блядь, ну почему? Я перестал это пытаться анализировать. Ну, я злюсь. Я прям сижу, думаю, что это за жизнь. Вот я на это злюсь. Ты видишь меня прям триггинут? Ну, потому что я такая, вы что, угораете? Вы ищете проблему там, где её нет. Ну, то есть... У меня даже, знаешь, не то, что там поиск проблем... Я не знаю, как сказать. Как, ну, блядь, я не понимаю этот склад характера, когда ты заходишь в интернет, и ты ищешь до чего, до кого... Доебаться. Доебаться и обо что оскорбиться. И ты заходишь, опять-таки же смотришь на этого человека, а там, ну, по всем параметрам, там, мы с тобой под нормальность, как восприятие этих людей. Мы не подходим. У тебя там вообще розовые волосы, блядь. Нет, там не пишут. Вроде бы молодые девочки, понимаешь? И я такая... Йоу, подруга. Ну вот, короче, наверное, мой посыл такой. Давайте не искать поводы для... Нет, они всё равно будут их искать, но просто я хочу сказать, что я вот что поняла за этот год. Во-первых, если мне про кого-то говорят много, что этот человек какой-то уёбок и так далее, я такая... Поговорю-ка я с ним сама, пообщаюсь-ка я с ним сама, потому что вот в этом мире странных отзывов и так далее очень часто оказывается, что человек просто, например, просил людей приходить на работу вовремя. И он им просто какие-то базовые требования. Или когда они проёбывались, говорил, что они проёбываются. Что они проёбываются. Это раз. Во-вторых, ну, перед тем, как прыгать к конклюженам, давайте, может, подождём, человек что-то напишет. Потому что, ну вот, мы даже... Ко мне Варнава приходила, мы разбирали эту историю, как там Джейми Фокс написал одно, кто-то подумал, а вдруг это может быть, как бы, считано, как антисемитизм. И там уже пошла какая-то, ну, просто катавасия из ничего, понимаешь? И вот это я выкладываю в просто чувака, который как бы вышел и который мне интересен исключительно как спортсмен. Как мне... Знаешь, я не его цитаты из пабликов, я не, блядь, видео с волками выкладываю, не говорю что-нибудь, я не знаю, про Чечню. Я просто, блядь, выложила в спортсмен, который вышел на ринг. Я думаю, всё, класс, у меня сегодня вечер с мужем, мы смотрим UFC. В итоге, блядь, посмотрел UFC свой директ. Да, и всё равно выбивает, потому что выбивает даже не тот факт, что тебя в чём-то попытались увлечить, а ты начинаешь думать, ну, мне хочется этих людей вот так вот схватить за плечи и сказать, ты чё, блядь? Ты чё? Алё? Посмотри, тут есть видео с котами, ёб твою мать. Или что? Или нахуй, если Ксюша Дукалис выложит пост, это всё сейчас законит. Ну, тоже какая-то, такая-то вся странная история. Блядь, не могу. Не могу. На этой прекрасной ноте, это надо ещё будет это всё повторить. И через полгодика как раз. Да, нормально, посмотрим, что там будет. Ты получишь, наверное, уже докторскую степень в области, блядь, не знаю, кватовой физики или что там, у тебя какой следующий виток. Лиман от Река. Топс. Вот, Река. Дима, Дима, давай. Лиман от Река. Можете его заказывать. Все соцсети. Ксюша, что-то у тебя надо прорекламировать, может быть, какие-то штучки, дрючки. Ютуб, Телеграм. Ютуб, Телеграм. Внизу всё есть. Всё, что запрещено, всё, что нельзя, вы можете, ну, приложить немножко когнитивных способностей и разыскать всё. Это была Ксения Дукалис. Очень вышел вообще невероятно какой-то, блядь, плотный разговор. Спасибо тебе большое, что выделило время в своём графике. Спасибо вам. Спасибо. Обожаю тебя. Люблю тебя. Надеюсь, всё у тебя будет хорошо. Спасибо. Я говорю. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok